Меня зовут Новиков Роман Владимирович, медицин-онкология имени Петрова. Очень большое спасибо. Большое спасибо за интересный доклад. В общем-то, нас он очень заинтересовал, потому что в последние буквально, наверное, два месяца мы активно стали заниматься изучением режимов гипофракционирования в различных клинических ситуациях. Вопрос к вам такого плана. Мы посчитали те дозы, которые вы представили в своем исследовании. Получилось, что эквивалентная доза 43 ГР. Вы не считаете, что это достаточно мало? Спасибо за вопрос. При проведении сочетанной лучевой терапии в режиме традиционного фракционирования суммарная доза 44-46 ГР. Поэтому, когда мы планировали начать применение гипофракционирования, мы, во-первых, учитывали рекомендации НССН, например, которые тоже говорят о том, что они применяют 37,5 суммарную дозу в разовой дозе 2,5. Да, это из эффективных 43 ГР. Просто вот мы, опять же, начали протокол, в котором мы делаем 13 фракций, по 3 ГР, то есть эквивалентная доза 50 ГР. Если посчитать при альфа-бета 3, то получается 46,4 ГР. Вот. Ну, мы просто считаем, что это более будет гарантировать. Роман Анатольевич, я помогу нашей коллеге, потому что, если я правильно знаю, в принципе, облучаете лимфитат, вы облучаете только предстательные железа. Речь идет только о предстательные железа. Да, без включения лимфатических узлов. Это не очень привычный для распредакола. Все, тогда я... Все, просто вы сказали, что это группа высокого риска. У данной категории больных осуществляется элективное облучение путей регионального лимфатока. На самом деле, до сих пор не доказано, надо это делать или нет. Но по стандартам это делается так. Мало того, даже если взять те же инсистеновские рекомендации... Нет, если взять стандарты НССН, они действующие 2019 года, то там даже категория промежуточного неблагоприятного прогноза, то есть категория Т2С, глисон, семерка, четыре плюс три, облучается в виде сочетанной лучевой терапии с коротким курсом гормонотерапии 4-6 месяцев. Поэтому просто... И причина, почему вы не облучаете зону регионального лимфатока? Вы ответили на этот вопрос, когда сказали о том, что этот вопрос неоднозначен, и до сих пор нет ответа на вопрос, надо это делать или нет. И те же исследования, рандомизированные, которые проводятся, например, и в 2018 году, опубликованные исследования РООЧ, где они доказали, что не было статистической значимости между безрецидивной и общей выживаемостью при облучении лимфатических узлов или без такового у группы высокого риска прогрессирования. И в рекомендациях НССН действительно сказано о том, что поставлен вопрос о проведении облучения лимфатических узлов, но он остается на усмотрении лечащего врача в такой формулировке. То есть, да, мы не проводим. Я такого там не видел. А в российских четко сказано, что надо проводить лучевую терапию в этих пациентах на зону регионального лимфатока. Знаете, у меня еще вопрос тоже к Ксении Сергеевне, такого практического плана. Все-таки, как вы показали, у вас увеличивается до 30% частота острых лучевых повреждений, в том числе со стороны кишки, да, вторая степень рток, да, то есть это геморрагические эректиты в 30% случаев. Скажите, пожалуйста, у какого процента больных все-таки вам пришлось отсрочить начало брахиотерапии в этой ситуации? Были ли какие-то особенности планирования брахиотерапии? Потому что вы берете очень крупную фракцию, да, однократные 15 грейд, то, в общем, не безразлично. И на геморрагический эректит это не так легко. И третий вопрос. Не столкнулись ли в последующем ваши специалисты по брахиотерапии с техническими сложностями интродукции игл в предстательную железу, да, в связи с, ну, как бы, отсрочкой брахиотерапии, да, некоторое, ну, как инкапсулирование, я не знаю, как это, вот, уплотнение ткани железы, в общем-то, некоторое фиброзирование такое. Вот не было ли именно на этапе, как бы это еще не, конечно, не фиброз, но вот не было ли осложнений на этапе выполнения именно брахиотерапии? Спасибо за вопрос. Я позволю себе вернуться вот к этому слайду. Здесь острые лучевые реакции при применении режима гипофракционирования, острые лучевые реакции, это первая степень. Вот то, что здесь, это первая степень. Вторую степень мы не наблюдали. Вот, собственно, отвечаю на ваш вопрос. И касаемо вынужденных перерывов в лечении не было при проведении дистанционной очевой терапии. Вот, как-то так. Ну, хорошо, про технические трудности вы не знаете, потому что вы не выполняете самостоятельно, да, эту терапию? Это... Введение головы, что ли? А? Введение... Нету. Ну, соответственно. Прошу прощения, можно я отвечу на это вопрос? Просто мы делаем то же самое. На самом деле, это даже облегчает введение интерстатов. Железа становится более-менее подвижной, то есть развивается несколько фиброз, она меньше деформинуса, меньше смещается, и проще планировать при брахиотерапии, если первый этап был дистанционный. Во-первых, опять же, меньше кровит, что называется, потому что развивается уже фиброз. Поэтому, наоборот, даже облегчает. Ну, послушаем, посмотрим, да, потому что, в общем, конечно, 80% больных без реакции со стороны мочевого пузыря и кишки, ну, я позволю себе немножко усомниться в этой ситуации. Ну, я никоим образом не могу сейчас, не располагаю возможностью дискутировать на эту тему и дискредитировать каким-то образом клинику. Нет, конечно, ну, может быть, какой-то вот недоучет реакции. Ну, посмотрим, это очень интересно. Резки, они, эти реакции резко увеличиваются, когда объемом улучшения включает лимфозлы, я сразу же в несколько раз причем, поэтому еще из-за этого, наверное. Ну, коллеги-то когда получают лимфозлы, я так понимаю, до ПТВ. По облучению лимфозлы я поддерживаю Ксению Сетей, потому что действительно вопрос облучения лимфозлов очень спорный, а уж после того, как вышло последнее атомизированное исследование, хотя люди уверены были, что все будет так, как они были уверены, но все было по-другому. Стало бы войне втройне спорным, и поэтому действительно, но тут каждый может решить пока что на сегодняшний день так, как он считает правильным. Ну, это была МРТ больше частью, да? 3D, 3D-конформная лучевая терапия. Конечно, мы либо облучаем вообще просто двумя-тремя фракциями брахиотерапии без наружного компонента, либо тогда уже облучаем на фоне гормонотерапии лимфозлы в дозе до 50 градусов. Почему у Романа Владимировича возник этот законный вопрос, от чего я понимаю его? Конечно, вопрос спорный, естественно спорный. У больных высоким риском значительно увеличивается число метастазов, но есть и больные, у которых не поражены узлы. Вот как только шире начнёт гидраться позитронно-миссионная томография, вот тогда, я думаю, так же он будет уже лучше решаться. Находят поражённые узлы, их облучают, причём ещё облучают избирательные, стереотоксические, локальные, сами поражённые узлы. А может быть и объём облучения увеличивается у таких больных, будут облучать не только региональные зоны, но и сверхеонарные, это парастрональные узлы тоже может быть. Поживём и видим, наверное, так. Так. Субтитры создавал DimaTorzok